Приветствую вас. В первую очередь хочется сказать, что многое зависит от того, что вы хотите получить в итоге. То есть понимаете, обозначение сновидения это достаточно деликатная, тонкая работа, которая нуждается в тщательности, выверенности. Поэтому я бы сказал, что в первую очередь вам следует понять такую деталь, что если вы хотите действительно разобраться со своим сновидением, да, если вы действительно прямо хотите разобраться, что именно вам снилось, да и так далее. И получить именно понимание от того, что вам снилось, то нужно разобрать именно с вами по каждому аспекту, по каждому элементу ваших сновидений. Вот. Ваше сновидение. То есть необходимо понять, что для вас, чем у вас ассоциируется, что для вас значит тот или иной элемент сновидений. Например, зеркало. Да, вот, что для вас значит зеркало. Косметика, что для вас значит там и так далее. То есть какие чувства и какие мысли приходят, когда вы думаете о зеркало. Причём это совсем не обязательно первые мысли. Это именно всё-таки более глубокие, более подавленные в вас мысли должны быть. Вот. Поэтому, тут, конечно, вот очень многое зависит от того, значит, что вы действительно хотите. Потому что, значит, то, в какой форме вы выдаёте сейчас свой вопрос и запрос. Вот. Я бы сказал, что в такой форме ответить вам практически нельзя, потому что очень мало информации о вас. Значит, так что, если вы действительно заинтересованы в том, чтобы разобраться, да, со своими сновидениями, то я рекомендую вам выбрать для себя психолога, да, и приватно лично всё обсудить, обо всём поговорить. И тогда уже, в принципе, будет понятно, что конкретно отношает ваше сновидение. Сейчас, то, что я скажу, это может вообще суть дела не отражать. И даже больше могу вам отметить, что такого рода долгование сновидения, это скорее больше интерпретация самого психолога, то есть в данном случае меня. Поэтому, край крайне непрофессионально и неэффективно только ваше сновидение так, как вы предлагаете это сделать сейчас. Но, значит, если обратить внимание на факты. Вы стоите перед зеркалом, у меня очень длинные волосы. То, что вы стоите перед зеркалом, это потребность посмотреть себя, потребность изучить себя, потребность понять себя. Это значит, что живёте вы в неосознанности, скажем так, живёте вы в неосознанке, как говорят психологи. Дальше, у меня очень длинные волосы, да, 5, и они заплетены в дреды. Весь либо это, значит, либо это ваше выражение такого бунтарского, ну, стиля, да. То есть вот дреды, как бунт, как вот, ну, как потребность выразить себя, да. Вот. И так далее. То есть это одна история. Либо это напротив, что значит, какое-то ограничение, например. Это какие-то условности, какие-то зажатости, вот. Ну, условно говоря, да, ограничение, например, идущее извне, допустим. Вот. То есть, понимаете, да, то есть нужно понять, что это значит, означает наличие бреда. Потому что, как я уже сказал, да, вот, вы можете бред и воспринимать по-разному. Вот. Дальше. Идём. Длинные волосы. Опять же, в зависимости от восприятия, это может быть как подспудное желание обрести и получить женственность. То есть, ваше, ну, ваше стремление, например, к женственности, к своей женственности. Вот. Либо тут, соответственно, наоборот, что-то такое ужасное, тяготящее вас и так далее. То есть, это вот то, что так же нужно понять вам для себя. Да. Дальше. Идём. Дальше идём. Я пытаюсь, кто-то стоит перед зеркалом, упорядочить их. То есть, опять же, значит, вы можете делать как работу по приведению себя в порядок, да. То есть, ну, как-то вот, ну, например, вы пытаетесь более, более, допустим, ну, допустим, более сознательно жить, к примеру. Ну, вот. Либо вы это делаете из-за чувства, например, несвободы. То есть, ну, вы поступаете так именно вот, потому что не чувствуете себя, значит, свободно, не чувствуете, что вы свободны. То есть, это вот такая возможная история. И опять же, здесь важны, здесь возможные варианты, возможные варианты, да. Что именно подходит к вам, сказать, к сожалению, невозможно. Ну, потому что нужно исследовать именно ваше отношение, именно ваше восприятие. с того, что происходит, с того, что вы увидели, с того, что вы почувствовали, с того, что вы переживаетесь. Ну, без этого, опять же, да, всё это будет просто догадкино. Вот. Дальше. А вы, значит, пытаетесь упорядочить их люд, вижу отражение своего лица. Я накрашенную чёрными тенями, в ледной помаде, глаза у меня отражение закрыто. То есть, вы видите себя, как неестественную, подавленную и избегающую. Вот. Как это вижу я, да. То есть, вы, естественно, вы пытаетесь, значит, как-то от этого, от этого отдалиться. Вот. Вы пытаетесь, по-видимому, подстроиться под окружающие, под, допустим, ну, под то, что от вас, к примеру, требуется, про то, что нужно, вот, от вас, опять-таки. Ну, вот. И, вот, собственно, здесь, появляется, ну, такой момент, что вам, вот это, тяжело. То есть, вы предпочитаете, на свои проблемы, видимо, закрывать глаза. Вот. Ну, я так думал, думал, по крайней мере. Вот. Представляете, закрывать глаза на конфликты, избегать их и так далее. То есть, решение проблем не ваша сильная страна. Ну, не самая, не самая, не самая, скажем так, сильная ваша страна. Решать, эээ, проблему. Вот. Ну, причем, это я не обвиняю вас, да, это, как бы, так не видите. Вот, на это не хочу, чтобы вы думаете, я вас обвиняю. Дальше. Ну, так, я не могу понять, почему меня глаза закрыли. Правда, что вы не хотите видеть, не хотите смотреть. Возможно, в детстве это был единственный выход из ситуации, вот, для вас. То есть, закрыть глаза на, вот, собственно, то, что происходит. Вот. И вы этим, значит, пользуетесь, вы этим, пользуетесь теперь, вот, в реальной жизни. Вот. То есть, еще раз, закрыты у вас глаза, потому что вы так избегаете проблем. Вот. Поэтому, именно, вот, именно в вашей ситуации. То есть, как бы, возможно, конечно, и другая интерпретация этого. Вот, но на данный момент мне видится такой история. А вас, я так понимаю, что это пугает то, что вы, значит, что у вас закрыты глаза, я начинаю двигаться, но отражение стоит на месте. Это можно интерпретировать как, значит, то, что вы пытаетесь бунтовать, вот, то есть пытаетесь как-то выступать против вот этого вот подавляющего, ну, фактора. Но у вас не получается, то есть либо не получается, либо вы не доводите дело до конца. Я не знаю, что, что здесь является, ну, первичным. Дальше, я приближаю лицо к зенкулу и сквозь накрашенные отражения видишь свое настоящее лицо. Ну, то есть то, которое вы пытаетесь вскрыть и это, вот, собственно, играю это вы. Собственно, играю это вы, вы настоящие. Дальше, в этот момент меня поглощает дикий ужас. Это глубина непринятия себя. Глубинное, глубокое непринятие себя. Вы, вы себя, понимаете, вот, не можете вы себя отрыгать и отрицать, значит, ну, себя как таковую. Ну, вот, и, собственно, это одна из ваших видимых проблем. Дальше идем. Так, в этот момент меня поглощает дикий ужас, меня поднимает вверх, но при этом я не могу двигаться. То есть это, я так понимаю, влияние интроектов на вас. То есть вы, ну, так вот воспринимаете себя. То есть вам, грубо говоря, непозволительно себя видеть, вам непозволительно обращать на себя какое-то внимание. вам непозволительно, что значит, ну, принимать себя, возможно, опять же, возможно, такой, какой вы есть. И каждый раз, когда это происходит, вы чувствуете, ну, такой вот очень, очень сильный негатив. Дальше. Так, эээ, я пытаюсь кричать, но не получается. То есть это, опять же, вот, эээ, в детстве вы, по-видимому, эээ, не могли, не умели. А, может быть, и не хотели, но, скорее всего, не могли. Скорее всего, не могли. А, уговорить, эээ, ну, чёрт. Эээ, нет. То есть не могли, не умели защищаться, отстаивать себя, отграничивать себя, если угодно. Вот. Этого не происходило, и, соответственно, крик, который у вас рвётся, но который не, так и не вырывается, это вот про, именно про, вот, не отреагированное сопротивление, не отреагированную агрессию на внешнее подавление. Я так, полагаю, сейчас. Дальше, идём. Так, меня болтает по всей комнате, в конце кидывает в соседнее помещение. Ну, соответственно, это, видимо, вот, эээ, сила, эээ, внешних, сила внешнего, эээ, влияния на вас, оно, вытолкнуло вас. То есть сила, эээ, внешнего влияния, эээ, не позволяет вам, эээ, по-видимому, эээ, познавать, эээ, себя. Вот. Ну, до конца. Так мне, по крайней мере, эта история видится. Вот. А я, конечно, могу ошибаться здесь. Вот. Ну, мне, мне так, кажется, мне так, вот, представляется. Ага, значит, соседняя комната, я так полагаю, это безопасное место. Для вас безопасное место. Вот. Куда вы, ну, по-видимому, спрячетесь, я так полагаю, вот, с какого-то внешнего раздражителя. Вот. Самое, самое, что, эээ, ну, бо-бо-бо-боитесь. Ну, это как, это как, как вариант, что боитесь. Может быть, и не боитесь ничего. Вот. Вот. Не хочу, эээ, здесь, эээ, начать, ну, наверняка, эээ, говорить. А вот. А вот, в принципе, эээ, такой получился, эээ, рассказ о важном сновидении. Эээ, правильный ли он, верный ли он, это уже решать, о, нужно, нужно будет вам, на личной консультации, с психологом. Эээ, что, только, только так можно будет, эээ, что-то, реальное найти в вашем состоянии. Только так можно будет реально понять, что хочет сказать вам, эээ, ваше подсознание, что именно оно хочет вам сказать. Эээ, вот. И, соответственно, помочь вам. Вот. А, я думаю, так, можно ответить вам, на ваш вопрос, который вы задаете. А, я надеюсь, что мой ответ вам поможет найти ответ на вопросы, которые вас интересуют. Вот. Я надеюсь, что, ээээ, вы, на тебя что-то новое пристнете, пристните, эээ, но также я надеюсь на то, что вы найдете, эээ, время, возможности, ээээ, силы. может быть даже смелость для того, чтобы поработать с психологом на примет того, что пытаюсь сказать вам наше подсознание, точнее подсознание, потому что если я прав, если я прав, то проблемы у вас довольно серьезные. Ну, я опять не хочу вас сейчас как-то пугать, да, и так далее, просто хотел бы, чтобы вы обратили на это внимание. Вот, если обратите, ну, я, в принципе, буду рад. Вот. Вот, наверное, так. На этом все, в принципе. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Мне бы очень хотелось, чтобы вы все же не забывали о том, что психология и наука деликатны и очень индивидуально, что позволяет говорить о том, что я индивидуально. Индивидуальный подход должен быть к каждому клиенту. А вы вот таким своим подходом к, значит, призыванию, к такому интимному аспекту, как сновидение, по сути, говорите, что нет. Нет, это ничего, ничего не индивидуально, да. Все как бы вот, ну, как бы вот так. Вот. Мне кажется, что это обесценивающе по отношению к вам. Вот. Поэтому подумайте и об этом в том числе. Тоже, я надеюсь, что доставы это все-таки выделить. Вот. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.